Ивановские дошколята становятся заметнее на дороге пятый год подряд. Именно столько в областном центре проходит детский творческий конкурс. Авторы идеи и организаторы его – Ивановские госавтоинспекторы. Цель – популяризация ношения светоотражающих элементов в одежде. Конкурс проводится уже пятый год. Можно сказать, что выросло новое поколение юных пешеходов, которые знают, что такое светоотражатели и для чего они нужны. Естественно, ношение светоотражателей – это, прежде всего, безопасность для самого пешехода. И мы обучаем этому детей с самого раннего возраста. Через детей мы воздействуем и на самих взрослых. Потому что недостаточно ношить на ребенка светоотражатели, объяснить, зачем это нужно, если сам родитель этого не носит. На этот раз участие в конкурсе приняли 88 детских садов. Всего более 190 ребят. Дети и родители получили задание – создать из обычной повседневной одежды нечто оригинальное при помощи светоотражателей. Справились все. А некоторых родителей идея так вдохновила, что получился не просто яркий образ, а настоящее произведение искусства. Волшебные светоотражайки спрятаны под узором плетеного плетения, которое исполнила мама ее, Ольга Владимировна Рыжакова. Здесь красота такая. И здесь отделочные элементы, они очень закамуфлированы оригинально, чтобы было красиво и интересно. Она очень много деда делала. Почти два часа работала над ним ночью. Она два часа легла. Но в 7-6 идем в садик. И мы там репетируем этим костюмом. У жюри конкурса непростая задача. Из почти двух сотен нарядов выбрать самые креативные и при том практичные, пригодные для повседневной носки. В каждой номинации будет 4 победителя. Самые яркие во всех смыслах конкурсанты получат призы. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова